Виталий, приветствую тебя! Сегодня у нас традиционная для вторника встреча, как и всегда обсуждаем рынки, подсвечиваем интересные фундаментальные возможности и вам, друзья, тем, кто следит за нашим совместным контентом, конечно же, совместно с Виталием подсказываем, как и что можно использовать в моменте. Эта неделя очень интересная на заседании регуляторов, глав мировых центральных банков. Пресс, собственно, завтра осуждает потом в четверг заседание Банка Англии, в пятницу заседание Банка Японии. Поэтому сегодня, можно сказать, что последний относительно спокойный день этой недели и с завтрашнего дня уже нужно будет готовиться к серьезной волатильности. Мы с Виталием постоянно вам говорим, друзья, что нужно контролировать риски, следить за загрузкой депозита, риск-менеджмент, стоп-лосс – это такие принципиальнейшие вещи, особенно тогда, когда мы говорим о неизбежном росте волатильности, что, собственно, и ожидается на этой неделе. Вот сегодня как раз есть возможность обсудить, перед тем, как начнется вот эта буря на рынке, что о них интересного. Я сегодня сделал акцент на несколько рисковых инструментов, которые, как мне кажется, могут дать неплохой профит в ближайшие торговые сессии. Ну, начнем давай сегодня с рынка нефти. Сейчас приду к демонстрации экрана. В текущей котировке 94,83. Если так поверхностно посмотреть на график, это дневной таймфрейм, может показаться то, что нефть очень высоко забралась без какой-либо коррекционной динамики, без каких-либо откатов. Я с этим спорить не буду. Да, по всей классике жанра не может тренд безоткатно продолжаться в одном направлении, даже тогда, когда есть для этого прям все новостные предпосылки. Но касательно рынка нефти, я чуть-чуть с заходом на долгосрок хочу отметить, что на своих брифингах ранее многократно делал акцент на потенциал роста Brent и WCI. В частности, сначала по Brent мы ждали 90 долларов за баррель, и раньше этот уровень тоже казался прям психологическим, значимым, и так быстро Brent туда не перейдет. Но сегодня у нас уже 95 долларов за баррель, и сохраняется потенциал для дальнейшего роста с целями 100 долларов за баррель. По новостному фону вообще придраться не к чему. Он идеален для того, чтобы держать длинные позиции. Во-первых, мы знаем, что очень сильно сейчас акцентируется внимание на потенциальном дефиците предложения, который может быть зафиксирован на рынке. Причем кто-то говорит, что этот дефицит уже солиден, больше 2 миллионов баррелей, но он может стать еще более значительным, особенно в свете последних решений, скажем так, России и Саудовской Аравии по добровольному сокращению производства нефти. Но в данном случае мы понимаем, что если говорить в целом о странах ОПЕК, как бы они не хотели подать вот эти инициативы каким-то благородным моментам, мы понимаем, что они прежде всего исходят из максимизации прибыли. И вот даже если комментировать слова и заявления министра энергетики Саудской Аравии на пресс-конференции в Канаде, которая была связана с рынком углеводородов, перспективами нефти, эта конференция стоялась буквально накануне. Был акцент на то, что страны ОПЕК придерживаются прежних договоренностей по сокращению производства, потому что считают, что очень сильно просядет спрос, поэтому действует напряжение, работает проактивно, если снизится спрос, нужно сокращать предложение. Но мне кажется, что спрос уже очень сильно в ближайшее время не пострадает, и я бы даже сказал, что после последних данных по промышленному производству Китая идеальные условия для того, чтобы немного, скажем, иначе порассуждать на эту тему и остаться оптимистом, потому что Китай не будет тянуть вниз показатели спроса на углеводороды. Ну, как минимум, они останутся на прежних уровнях, а прежние уровни – это довольно высокие значения. Я полностью поддерживаю идею, что рынок движется до дефицита приложения больше, чем на 3 миллиона. Возможно, да, он будет достигнут не в четвертом квартале, а чуть позже, но это произойдет. И на ожиданиях того, что это может случиться относительно скоро, рынок ролирует. Количество спекулятивных позиций, если делать отсылку на CFTC, отчет Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, сейчас на 15-месячных максимумах, и чем активнее нефть растет каждую неделю, тем, соответственно, выше вот этот спекулятивный лонг по объему позиций забирается. И самое интересное, что вот сейчас идеальные условия еще с точки зрения того, что новостной фон располагает по покупкам, и еще рыночный сантимент, о котором я сегодня тоже говорю, указывает на то, что толпа верит, что уже все, ну, выше нет, и рынок должен развернуться. Я думаю, что только по этой причине мы можем пока что грезить вот этой планкой 100 долларов за баррель, и по темпам роста последних недель я бы допустил, что, может быть, 100 долларов за баррель уже будет неделя-две, и возле этой планки окажемся. Так, поскольку очень неплохо развивается бычая динамика по рынку нефти, хочу отметить пару в доллар-канаде. С текущей патологии 1.3470 ранее на своих брифингах я рекомендовал шортить с целью 1.35, но вижу то, что пара прям не останавливается. Причем доллар канадский сейчас игнорирует, точнее, не только сейчас, а в последней торговой сессии, то, что происходит с американской валютой. То есть оставил ее про запас и наслаждается сейчас вот этой бычей динамикой рынка нефти. Для канадской экономики экспорт нефти – это одна из основных статей. Мы помним, большая часть нефтянки канадского экспорта идет в США. Спрос пока солидный, показатели торгового баланса прям улучшаются на глазах, и это должно внести свой позитивный вклад в динамику ВВП. И важно отметить, что сегодня на повестке экономического календаря еще отчет по инфляции в 12.30 по GMT по Канаде выйдет. Ожидается рост показателя с 3,3% до 3,8%. Если эти цифры подтвердятся, конечно же, чем выше инфляционное давление, тем больше шансов продолжать спекулировать на идее того, что не стоит ли банку, регулятору, который стоит за соответствующей экономикой, продолжит повышение процентных ставок. Об этом сегодня тоже на рынке будут точно говорить. И чтобы использовать это, я предлагаю шортить пару доллар-канаде с целями 1.3375-1.33. То есть еще в целом по 150-170 пунктов профита можно получить. Так, европейская валюта 1.0678. Я думаю, что снижение европейской валюты продолжится, потому что ИЦБ хоть и поднял ставку, но мы видим то, что это особо не помогло, потому что считают, что будут только лишь негативные последствия от последнего решения по ужесточению политики. Тоже с этим спорить почти невозможно, потому что данные, ну прямо удручающие по европейской экономике. Нужно даже поискать страну, где ситуация по макроэкономическим показателям среди развитых экономик будет хуже. Может быть, только в Англии, если только. Хотя по индексам промышленного производства, я думаю, что в Германии ситуация еще хуже. Ну и в Еврозоне тоже. Я думаю, что ИЦБ, повысив ставку по итогам заседания на прошлой неделе, сделал это в последний раз в этом году. И, соответственно, без дальнейшего ужесточения монетарной политики будем готовиться к рецессии Еврозоны в целом, учитывая то, что рецессия в Германии уже произошла. Думаю, что можно шортить с целями 1.05. Так, и еще хотел отметить золото. Сейчас котировки 1931 доллара за тройскомунцию. Здесь обеими руками за лонг. Тоже на основании индекса настроений. Сейчас толпа в коротких позициях. Актуализирую уровень. 70-30 идеальные уровни. 70% золота продают, 70% трейдеров. Меньшинство, соответственно, ожидают дальнейшего развития восходящей динамики. Я на стороне меньшинства. И, Виталий, думаю, что, может быть, вот сейчас как раз идет развитие того самого тренда восходящего, который приведет золото в итоге в 1950, а потом и 2000 долларов за тройскомунцию. Мне бы очень хотелось это увидеть. Так, слово тебе. Так, всех приветствую. Ну, давайте поговорим по нефтемарке Brent. Я, в принципе, с тобой согласен, что у нас нефть смотрится наверх только, да, фундаментально все говорит об этом, да. И плюс самое главное то, что у нас вот мы видим последние там полторы недели вот идет рост и никаких признаков технических вообще нету на снижение, да. То есть у нас каждый день мы закрываемся в плюс. Это говорит о том, что те трейдеры, которые торгуют в лонг, да, по нефти, они не добрали позицию, они еще не видно, что они зафиксировались, да. Поэтому я за дальнейший рост, поэтому кто торгует нефть, кто раньше не покупал. Вот у меня был неплохой обзор по нефти на прошлой неделе. Вот здесь в диапазоне 90 я советовал покупать с целью 100. Мы практически 95 сделали, 5 долларов выросли. Я думаю, мы еще пятерку сделаем. Конечно, могут быть какие-то коррекции локальные и так далее, но пока вот у нас если четко нарисовать вот здесь тренд, то он прям ровненько идет и вот такой даже такой сильно восходящий. Поэтому я бы дальше подбирал нефть потихоньку в секущих, даже если будет какая-то проторговочка, смотрел, какая будет структура проторговки и дальше покупал с целью 100. Это что касается нефти. В принципе, туда можно добавить и натуральный газ. Я думаю, что у него тоже есть перспектива на рост. Я его уже давно жду в районе 3 долларов и, возможно, 3,50. Он, в принципе, 3 доллара в прошлом месяце, в августе показывал. Вот был здесь один рост хороший, тоже покупали. И сейчас, в принципе, аналогично за рост. С текущих можно покупать. Целится на 3. Возможно, выше пойдем. Поэтому энергия пока на рост. Что касается евро-доллара. В принципе, я с тобой согласен. Пока я тоже вижу вниз евро-доллар. Конечно, могут быть какие-то коррекционные движения. Все зависит от того, что будет заявлено в среду. Ставку, скорее всего, не изменит. Как большинство ожидают. Конечно, может быть сюрприз. Но главное, всех интересует, что дальше будет в таком формате. Я пока тоже за снижение. Солидарен с тобой. Есть небольшое поджатие. Поэтому не исключаю, что могут какую-то коррекцию усложнить. Но я тоже так думал на прошлой неделе. Что мы, скажем, сделаем чуть-чуть поглубже коррекцию. Но она была очень маленькой. То есть я здесь пытался покупать. И коррекция там была в районе 50 пунктов. Поэтому здесь аналогично. Может быть и какая-то коррекция. Но пока каких-то признаков на сильный разворот по евро вверх я не вижу. Локально и присутствует. Но не буду против такого торговать. Даже правильно ты отметил. Я тоже делал обзор на прошлой неделе во вторник по канадскому доллару. И там четко было видно, что он рисует коррекционные движения. То есть видно было, что вот здесь начали как раз с прошлой пятницы, понедельник хорошенько падать. И указано на то, что коррекция продолжится. И это единственная пара. Ну там еще есть и другие пары. Там новозеландский доллар, австалийский доллар. Они тоже, так скажем, немножко скорректировались. Канадский доллар более сильно. И поэтому здесь аналогично тоже пока смотрится на снижение. Вот у нас присутствует такой локальный тренд вниз. И он пока не показывает на разворот. Когда мы его сломаем. Возможно сегодня на новостях, если сломаем, будет мощный импульс наверх. Тогда можно сказать, что вот это коррекционное движение закончилось. Но пока за снижением. Ну и чтобы нового добавить от себя, это по паре доллар-рубль. Я в принципе последний где-то месяц плюс-минус. Когда вот там после агрессивного поднятия ставки в районе 3% плюс 3% было в середине августа. Я говорил, что рубль скорее всего будет корректироваться. Он скорректировался, но как-то очень немного. Ну там сколько там, 5 рублей где-то плюс-минус мы скорректировались. И видим, что он дальше не идет вниз. И такое ощущение, что мы снова будем по рублю тестировать вот эти максимумы, которые были у нас в августе. Это в районе 100. Я думаю, что даже будем чуть выше пробивать сотку. Поэтому еще будет какая-то очередная паника. Вот когда он подходит к сотке, все начинают паниковать. Поэтому по рублю у меня пока прогноз на рост. Даже не учитывая, как видим, идет сильная раскорреляция нефти. Она в принципе в последнее время достаточно сильно растет. А рубль падает. Ну и что еще можно добавить нового от себя? Это фондовый индекс Америки. У меня есть вариант, что мы будем показывать хорошее снижение. Учитывая даже тот факт, что на прошлой неделе в пятницу началась забастовка в США. Крупные автомобильные компании, там Ford, Chrysler, если не ошибаюсь, там три каких-то крупных вышли на забастовку. Не знаю, на каком она этапе на сегодня. Немножко это давит на рынок. Как видим, пятница провалилась. И не исключаю, что у нас, возможно, это снижение продолжится достаточно сильно. И мы будем обновлять минимум августа. Отмена сценария – это если мы все-таки будем обновлять пятницу. Максимум пятницы прошлой. В районе 45-60. Поэтому я бы пока шортил индекс S&P 500. Ну и другие индексы, в принципе, они аналогичные. Вот как-то вот так. У меня пока все. Виталий, спасибо тебе за рекомендации, за идеи. Ждем ключевые фундаментальные события этой недели. Я уже отметил с завтрашнего дня заседание ФРР, заседание Банка Англии, Банка Японии. Обсудим то, как завершит эту неделю рынок уже в следующий вторник. Я думаю, что будет о чем поговорить, опять же, с учетом содержания экономического календаря. Спасибо тебе, что смог найти время. Обсудил со мной рынки. Тебе тоже хорошего в закрытии недели и хороших выходных. Спасибо, Виталий. Пока, удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok